Здесь, конечно, уже требуется ремонт, ящики не видели ремонта, забины современной постройки дома. Дмитрия Михайлова соседи называют героем, спасшим для них почти 40 тысяч рублей. Проверяя отчет о расходовании денег на сайте реформа ЖКХ, который каждый год публикует управляющая компания, старший по дому обнаружил нестыковку. По документам выходило, что за год коммунальщики израсходовали на содержание дома больше, чем начислили в платежках. Я заметил, что управляющая компания списывает на 10-15-20% больше, в частности моего дома порядка 11%. Дмитрий заподозрил, что деньги ушли не по назначению и написал письмо в управляющую компанию, требуя вернуть лишние деньги. Не дождавшись ответа, обратился в суд. Но коммунальщики решили уладить спор, не дожидаясь решения суда. За сутки до этого заседания ответчик внес изменения в отчетность 2016 года и тем самым, по сути, вернул те деньги, которых я просил вернуть еще в мае месяце. Все эти отчеты готовят люди. Конечно, ошибки могут быть. Работая с жителями, с советами домов, если такие ошибки мы как-то обнаруживаем, мы не стараемся их исправить. Нынешний спор с управляющей компанией – один из многих. Людей возмущают, что в доме протекает крыша, краска в подъезде осыпается. Однако коммунальщики в ремонте отказывают, ссылаясь на нехватку денег. Те 40 тысяч рублей, которые удалось вернуть на расчетный счет, жители хотят потратить на благоустройство жилого дома. Требуется ремонт в подъезде, ящики старые. Да и вообще, я думаю, что придомовая территория, здесь хотели сделать детскую площадку вместо вот этих сараев, снести сарай. Одержав победу в споре с коммунальщиками, старший по дому Дмитрий Михайлов решил побороться за права других жителей микрорайона, которые также могли пострадать от неверных расчетов. Общая площадь, которая контролируется в управляющей компании порядка 1 миллион 200 тысяч квадратных метров, я вот математическим путем предположил, что вот таким вот образом управляющая компания, ну как бы, увела что ли со счетов собственников домов порядка 20 миллионов рублей. Изучив историю соседних домов, Дмитрий подготовил шаблоны обращений в управляющую компанию. С их помощью люди смогут написать заявление и вернуть незаконно списанные деньги. Олег Завьялов, Евгений Апарин, Александр Бартовщук. Новости на Восьмом.